Здравствуйте, господа Ирганнер, решил записать такой видосик небольшой, хотел порассуждать про выбор прицела. Что сподвигло меня? Ну, насчет прицелов много переговоренного уже было, но консенсуса так и нет. Я сейчас хочу поговорить насчет прицелов для вармента. Так как дисциплина достаточно интересная и с введением заочных соревнований количество народа, которое бы хотело стрелять в дисциплину, оно увеличилось. Поэтому у людей возникает закономерный вопрос, какие же прицелы подходят для вармента. Что делать, куда бежать, что брать, подойдут ли китайские прицелы, есть ли возможность сэкономить или надо брать сразу дорогущий прицел в большой кратности. Ну, давайте по пунктам пойдем. Я вам предложу, конечно же, два варианта достаточно оптимальных из и любой из них позволит вам решать все задачи, которые вы перед собой ставите. Итак, давайте пробежимся по пунктам. Я тут себе сделал предпочтение, скажем так, или пункты, какие бы я хотел осветить в этом видео. Первое. Прицел будет именно для вармента. То есть, что подразумевает под собой эта дисциплина? Это перенос огня постоянный, это стрельба от 50 до 100 метров включительно, ну или до 120 метров, там, если другой вариант вармента брать, более строгий, битяговский, скажем так, вармент, который сейчас пытаются реанимировать. Вот, то есть от 50 до 120 метров. Через каждые 5 метров стоят мишени, на которые последовательно переносится огонь. Соответственно, нам нужно четко видеть эти мишени, четко видеть касание пулей в боях, это черкаши, так называемые, и отметки от пробоин при промахе. Это позволит вам в последующем скорректировать ваш огонь. Оптимальная кратность для вармента. Когда я только начинал стрелять в вармент, нам хватало кратности 10. То есть, это позволяет скомпенсировать грубые ошибки в прикладке, которые неизбежно возникают у новичков, и достаточно успешно стрелять. Но кратности 10 маловато все-таки. Как я уже выше сказал, нам нужно наблюдать отметки от попадания. То есть, это та информация, которая позволит вам скорректировать ваш следующий выстрел при незабрасывании мишени. Для того, чтобы успешно наблюдать даже краевые попадания, так называемые черкаши, кратность должна быть около 20 приблизительно. Когда у нас появились прицелы переменной кратности, мы пробовали стрелять на кратности 25-28. Но скажем так, когда ветровая кондиция спокойная и ветер небольшой, да, достаточно комфортно. Но когда ветер больше трех метров в секунду, когда поправки начинают варьировать то в одну сторону, то в другую и превышают полтора мила, необходимо иметь дополнительную информацию именно об изменении этой ветровой кондиции. Поэтому поле зрения прицела должно нам позволять видеть хотя бы траву вокруг мишени, пыль, рикошеты и дополнительную, скажем так, информацию какая угодно бывает. То есть, мираж тот же. Вот поэтому, скажем так, с опытом пришли к тому, что для стрельбы вармента обычными пулями неполнотелыми, с пулями повышенными баллистическим коэффициентом, обычными пневматическими пулями, жсб хэви в калибре 5.5, оптимальная кратность прицела это 16-18 крат. Вот именно на этой кратности мы видим и окружающую обстановку и отметки от попаданий. Дальше, какие особенности прицела? Механика. Здесь две философии стрельбы. Первая это стрельба по сетке, вторая это стрельба по кликам, то есть с использованием механики прицела и введением поправки на каждую последующую дистанцию. Я адепт второго метода, то есть я стреляю по кликам, поэтому я подхожу к выбору прицела именно с этой позиции. То есть это подразумевает под собой, что механика прицела должна быть отличной, должна быть повторяемость, возвращаемость и должна быть определенная цена клика, которую естественно надо выяснить. Но я уже показывал в своих видео, как я это все делаю, но должна быть повторяемость и возвращаемость, чтобы при вращении барабанов мы всегда возвращались туда, куда нам нужно и выставляли то, что мы хотим. На счет сетки. Хоть и стреляем по кликам, но все-таки, когда приходится брать поправку по горизонту, лучше, чтобы это был не просто мелдот, а расширенный мелдот с полумилами. Все-таки это информативнее и позволяет лучше ориентироваться. Даже в пределах убойки, если вы берете поправку, все равно одна-вторая мелдот или вариации на тему. Цена прицела. Цена прицела это, скажем так, определяющий момент, с которого и стоит начинать. Какой бюджет бы я рекомендовал рассматривать? То есть это, во-первых, не новые прицелы, потому что новый прицел за сумму меньше 30 тысяч рублей, который бы позволял вам стрелять по кликам в арминду, купить очень проблематично. Поэтому это вторичный рынок. Вторичный рынок я бы разделил на несколько классов. Это низкий ценовой сегмент, это примерно 15-20 тысяч, наверное, тысяч и верхний порог. Ну, может быть, все-таки 18 тысяч. Потому что за 20 тысяч уже можно, в принципе, нормальный прицел взять. Второй – это прицелы среднего уровня. То есть это от 19 до 30 тысяч. Вот так вот. И высокий ценовой сегмент – это то, что выше 30 тысяч. Так как мы люди не особо богатые и не знаем, будем ли мы дальше стрелять в арминду, то покупать специализированный спортивный прицел кратностью 50 с 60 линзой нам, наверное, не стоит. Поэтому мы можем ограничиться сегментом средней цены или средний ценовой диапазон. То есть это от 19 до 30 тысяч. Казалось бы, разброс достаточно большой. На самом деле, выбрать-то здесь особо и не из чего. По сути, всего лишь я бы остановился на двух фирмах. Первая – это «Хоук». Это английская фирма, в которой производственный цикл весь находится в Китае. Про эти прицелы у меня тоже есть видео, где я изучал их характеристики. Прицелы отличные, устраивают вполне. Второе – это прицелы «Таска-СС», их клоны и, скажем так, новые прицелы, которые так называемые SWFA или SWFA, как у нас их называют на форумах. Сетки тут у них, у «Хоуков» – это одна-вторая мелдот, то есть как раз мелдот с полумилами. Причем, если говорить про «Хоук», я бы выделил всего лишь три прицела. Это 6,5х20, 8,5х25 и 8х32х56 линзи. То есть три прицела, по сути, которые нам подходят на тех, на которых сетка актуальна на кратности 20. Сама по себе сетка больше по размерам, с ней удобнее работать и отлично вписывается. Если говорить про «Таски», аналоги и клоны, называемые «Бониски», почитайте на форумах, что это такое, люди, в принципе, разницы между ними не видят, но есть две сетки – это мелдот классический, то есть четыре точки на луч идет, и это милкват. Милкват – это расширенный милдот с полумилами, очень интересная и удобная сетка. То есть для тех, кто стреляет по сетке, вообще это прям находка. Какие прицелы из «Тасок»? То есть это четыре прицела – 16-ти кратник с мелдотом, 16-ти кратник милкват, 20-ти кратник милдот, 20-ти кратник милкват. Если более приближенно говорить, то есть отбросить все «за» и «против», то, по сути, у нас остаются всего лишь два прицела, которые можно смело рекомендовать в покупке. Первый прицел – это «Хоук Сайдвиндер», серия «Тактикл», 6,5 на 20 крат. Вот такой вот прицел. Это вот мой крайний, скажем, прицел из серии «Хоук». Очень он мне нравился и нравится сейчас. Использовал я его на кратности 16-18, в зависимости от ветровой кондиции. Отличный прицел, прекрасная возвращаемость, повторяемость поправок, тактический барабанок с защелкой. Какие недостатки из этого прицела? Основной и главный недостаток – это морозо-неустойчивость. В каком плане? Это лично для меня недостаток. Потому что на морозе вот эти вот барабанчики замерзают напрочь. То есть пользоваться ими просто невозможно. То есть поправку вести не получится. Приходится их отогревать, это очень неудобно. То есть стрелять зимой в арминт, ну если вдруг захочется, с этого прицела не получится. Только по сетке. Вот это меня очень сильно расстраивает. Второй прицел, который я бы хотел вам представить. Это как раз SWFI. С так называемой птичкой. То есть фэншуйный японский прицел. 16-ти кратник. Можете видеть с сеткой MIL-QUAT. Хочу сравнить именно два этих прицела. Рассказать плюсы одного, минусы другого. Ну минусы Хоука вы уже знаете. По вытаске теперь поговорим. Что мне здесь не нравится. Минусы. Сразу о минусах. Тактические барабаны имеют цену клика и разметку в MIL-радианах. С одной стороны это очень удобно. Так как сетка в тысячных и барабаны в тысячных. Не надо ничего в мозгах перекручивать. Хотя при должной практике, скажем, нет проблем и в MOA носить поправки. Но тем не менее здесь очень четко. То есть в 1 миле 10 кликов. Даже заморачиваться не стоит. Здесь получается в 1 миле 14 кликов. То есть цена клика 0,001. С одной стороны это плюс. С другой стороны минус. Почему? Допустим, стреляя с этого прицела на 25 метров. Вот тот же Bencherest. Периодически многие из нас балуются этим. Возникает такая ситуация, когда вы не можете четко пристреляться. Вот допустим, я на 25 метров стрелял. Возникает ситуация. У меня пробоины. Ну или степает пробоины. Ложится чуть левее точки прицеливания. Я делаю один клик вправо. И пробоины у меня выходят чуть правее. То есть они накрывают контрольную точку. Но тем не менее все равно. То есть мне как бы не хватает пол клика. То есть я бы сделал один клик допустим. Одно четвертое мыло. У меня бы четко в они попали. А здесь получается, что придется корректировать это. Иметь в виду. С другой стороны здесь очень классная сетка. Сетка имеет милый в виде прозрачных контурных ромбиков. Это очень хорошо. Особенно при стрельбе по бумаге. Вот тот же пресловутый Bencherest и стрелял. То есть можно четко увидеть свою ошибку. То есть когда у тебя пробоины от пули накрывает этот ромбик. И когда она улетает в другую сторону. То есть можно понять твоя ошибка это или винтовка глючит. Дальше какой минус. Отстройка параллакса на окуляре. То есть непривычно. Потому что у меня большое колесо на руках. Которое я ставлю уже на третий прицел. Здесь такого нет. Здесь стройка на окуляре. Я видел продают. На 3d принтере распечатаны такие ручки. Вот она с ней наверное будет удобней. Причем отстройка параллакса здесь на таске. Она скажем так. Мне больше нравится чем на хоуки. На хоуках во первых то что там не совпадает с нарисованным. Это понятно. Но бывает допустим уже на 65 метрах при стрельбе вармента. Из-за некорректной отстройки от параллакса идут промахи. Хотя вроде бы ты ее отстроил. Но очень чувствительная отстройка параллакса на хоуки. Здесь она более плавная. Ну и нравится мне побольше. Наверное следствие конструкции реализации ее здесь получше. Единственное поставим вот эту ручку. Будет проще. Затем какой самый большой плюс у тасок. Во первых это вот эти их клики. Вот как они кликают. Звук какой. Звук и ощущения. То есть очень такой грубый. Тактически мощный. И сравняйте как здесь кликают. Я их и не чувствую. И не слышу. Это хорошо заметно на записи кстати. У меня был предыдущий прицел 8,5 на 25. Там клики слышно хорошо. Ну а здесь проблем вообще нет. Вот они. Пожалуйста. Что это, что это. Барабаны не имеют никакой фиксации. Но они достаточно тугие. В чекле не провернуться ни за что. Затем здесь разметка. Двойная разметка в барабанах. То есть очень даже удобно. Можно ли использовать на ходовой охоте? Какой прицел предпочесть? Если прям совсем на мелкую дичь. На сусликов или еще чего-то. Конечно переменник. Который имеет кратность меньше. Но если используется засидочный способ охоты. То допустим я вот на этом прицеле. На предыдущем кратность не крутил больше полугода. То есть она как стоит у меня на одной кратности. Я так ее использую. Если сравнить их смотрите по габаритам. Утаска полегче будет. Значительно легче. Здесь правда кольца еще стальные. Но они переедут на этот прицел. Все по габаритам. Это без бленды. Бленды ставятся как на этот. Так и на этот прицел. Хотя здесь вот на таске встроенная бленда. То есть как бы нет смысла чего-то дополнительно сюда покупать. Единственный какой большой плюс. Батлер Крик. То есть крышки. С этого прицела подходят на этот. Без всяких проблем. Как бы заморочек с этим нет. И обязательно надо ставить в такой уровень. На таске у меня еще нет уровня. Едет. Буквально на днях приедет. Я обязательно поставлю. Без уровня стрелять в арминд не рекомендуется никому. Ну вот. Надеюсь был полезен. Я отказался от универсального прицела. То есть я стреляю несколько дисциплин. Я стреляю в бенчерест на 25 метров. Бенчерест на 100 метров. И в арминд. То есть это три дисциплины. Которые я активно практикую. И в дальнейшем планирую стрелять. Я пытался найти универсальный прицел. Сейчас я от этого отказался. То есть я для варминда возьму скорее всего таску. Для бенчереста возьму другой прицел. Какой? Пока. Пока. Думаю. Как только с этим определюсь. Так и будут очередные обзоры. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Комментируйте. Любая критика приветствуется. Бог. Спасибо большое. Спасибо.